Они создают ключницы из ткани, из кожи, разные броши из фетра, а также обрядовых кукол. Марья Матюк показывает куклу-хороводницу, оберег для дома от сглаза и бед. Такие же делают учащиеся колледжи бытового обслуживания населения, парни и девушки, с особенностями психофизического развития. Чтобы они могли конкурировать с другими выпускниками, им предлагают посещать мастерскую «Мир для тебя». Её создали педагоги и волонтёры отряда «Милосердие». Занятие реализуется два раза в неделю, вторник и четверг, работает по 12 человек в группах. И учащиеся волонтёры отряда «Милосердие» вместе с мастерами производственного обучения дают такие основы изготовления различных декоративных предметов, декоративные предметы, декоративное искусство. Броши, сумки, салфетки, игольницы, тапочки, шкатулки. За время существования мастерской учащиеся изготовили много предметов. Первую партию реализовали на новогодней ярмарке. И это только начало, на будущее много планов. Именно поэтому организаторы надеются, что идея такого социально значимого проекта окажется одной из лучших среди ста идей для Беларуси. Для успешной реализации проекта нам необходима сумма 20 тысяч белорусских рублей. На эти деньги мы планируем купить мультиборд, инструменты, а также материалы для мастерской. Нам необходимы кожа, ткани, лекала, бисер, подарочная упаковка, краски, фетр. Интересные аксессуары в Минск повезет и второй гродинский участник проекта 100 идей для Беларуси Артем Юргель, девятиклассник 23-й школы. К примеру, этот рюкзак – настоящий эко-уникум, сделан из соломы. Мы решили создавать формованные изделия из полуразложившихся растительных остатков, соломы и торф. Пришла идея нам после того, как мы узнали, что в Республике Беларусь после уборки зерновых культур остается более 9 миллионов тонн соломы. Мы решили использовать эту солому, так как часть этой соломы используется уже в качестве подсилки для животных и для производства органических удобрений. Но часть, другая часть запахивается или же бесхозно к нее. Помимо сумочек и рюкзаков из остатков может получиться шляпа, напольный коврик, подставки под посуду, гипоаллергенные остельки в обувь. Ими можно наполнять детские игрушки. И все это можно пустить в массовое производство, о чем и мечтает Артем. Третью идею от Гродно в столицу повезет учащийся девятого класса городской гимназии Роман Ковалевский. Парень создал прототип первой белорусской умной колонки. Ассистент. Температура. Температура составляет 18 градусов. Колонку школьник создавал почти год. В ее основе лежит уже существующая нейронная сеть, а корпус напечатан на 3D-принтере. В данный момент у нас нет ничего подобного. Это, к своему роду, первопроходится среди устройств подобного плана на белорусском рынке. Поэтому я считаю, что при доработке и при должном спонсировании это устройство вполне может выйти на наш рынок и конкулировать с другими продуктами, которые можно сейчас приобрести. Будем ли мы спрашивать у белорусской Олеси, сколько градусов за окном, появятся ли эко-сумочки из соломы в продаже и какое будущее ждет мастерскую «Мир без границ» покажет время. А пока остается пожелать нашим участникам победы в проекте «100 идей для Беларуси». Результаты станут известны весной. Вероника Цыганок, Василий Мальцев, Алексей Сокута. Новости Гродно+.